Мы живем в прекрасное время. Объясню почему. Раньше, если у тебя какая-то вещь залежалась, ты не пользуешься, ее просто выбрасывали, сжигали или отдавали младшему брату. Сейчас же эту безделушку можно продать и кому-то сделать приятное. Что продают кировщане в интернете, узнаем из рубрики «Купи-продай» и «Самурай». Почему «Самурай»? Я-то сам не знаю. Купи-продай, купи-продай и «Самурай». Ежедневно мы смотрим кировские объявления на Авито, чтобы вы улыбнулись самым креативным. Но сегодня не просто череда смешных продаж, а целое расследование. Купи-продай и «Самурай». На Авито, как и у нас в программе, пристраивают животных. Но нас насторожило одно объявление, в котором было столько орфографических ошибок, что мы решили. Писал его сам кот. И вместе с собой кировский котик решил продать хозяйское имущество. По наличию орфографических ошибок мы вывели его почерк, и вот что решил сбыть злоумышленник с хвостом. Начал с техники. Затем шерстистый аферист решил продать святое, дедовскую гармонь. Мол, не надо было наигрывать на ней, пока я сплю. Затем хвостатый продавец вспомнил, как на него наставляли объектив и заставляли красиво позировать. И камеру тоже решил продать. Ну а за следующее объявление ему грозит статья. По орфографии мы отследили, как кировский кот сбывал огнестрельное оружие. Но следующий факт оправдывает котика. Как и у любого преступника, у него был мотив. Просто он влюбился в кошку лекаря Матильду. А встреча с ней стоила слишком дорого. Вот он и копил деньги. Это была рубрика «Купи-продай и самурай». Покупайте, продавайте и любите. Купи-продай, купи-продай и самурай.